Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы будем анализировать новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с завтрашнего дня вводит мораторий на проверки торговыми инспекциями субъектов торговли и общественного питания. Гомель на первом месте в республике по количеству земельных участков, которые выделяются под частное домостроение. В январе белорусы потратили в магазинах почти на 5% меньше, чем год назад. И напоследок анализ цен на одном из гомельских рынков. А теперь обо всем подробнее. Мораторий на проверки субъектов хозяйствования и торговой инспекции будет действовать до тех пор, пока не примут госрешения контрольно-надзорной деятельности. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с завтрашнего дня вводит мораторий на проверки торговыми инспекциями субъектов торговли и общественного питания. На недавнем совещании по улучшению условий для бизнеса в Беларуси президент страны Александр Лукашенко потребовал сократить до минимума проверки и исключить дублирование между министерствами и ведомствами проверочных функций. Он также поручил ведомствам предельно сократить перечень параметров, по которым могут вестись проверки. Итогом этой работы должен стать указ президента о контрольно-надзорной деятельности в стране. В министерстве выразили уверенность, что новые подходы контрольно-надзорной деятельности приведут к открытию новых предприятий и притоку инвестиций, а также развитию конкуренции. К другим новостям. Гомельская область станет первой, где государственные процедуры в сфере землеустройства будут оформляться электронным способом. Благодаря использованию современных технологий земельные участки начнут предоставлять быстрее. Ведь тот, кто получал земельный участок, знает, что дело это хлопотное и длительное. Оно отнимает много времени не только у будущего владельца на дело, но и у специалистов. Чтобы процесс обмена документации между землеустроительными службами и агентствами по регистрации стал быстрее, будут использоваться электронные технологии. Мы работаем с новой программой земельной информационной системы. Эта программа позволяет в электронном виде оформлять ряд документов, в том числе те документы, которые необходимы землепользователям для получения земельных участков. Фактически, не выходя из кабинета, мы сможем зачастую в актуальном виде понять, что на сегодняшний день происходит с земельным участком. Раньше это было непосредственно обследованием участка на местности. Особенно это актуально для жителей отдаленных районов. Пока почтовые отправления будут курсировать из одной службы в другую, может пройти не один месяц. Автоматическая система сэкономит время на оформление необходимых процедур как минимум на треть. Могу с гордостью сказать, что именно в Гомельской области запускаются все проектные мероприятия по данному проекту. И начиная с Гомельской области, дальше распространяется по всей республике. Для того, чтобы работать по-новому можно было полноценно, нужно время и основательная работа сотен специалистов. Они будут наполнять программу сведениями о каждом земельном участке, сопровождать их электронными картами и указывать всю ту информацию, которую раньше не фиксировали вообще. Кстати, сейчас Гомель на первом месте в республике по количеству земельных участков, которые выделяются под частное домостроение. Только в минувшем году свои сотки получили около 400 человек. Сегодня в очереди около полутысячи гомельчан. Распределение проходит не реже, чем раз в месяц. На последнем землю в третьей очереди Романовичей получила семья Рябинок. Денис и Катерина говорят, что участок им выделили быстро. На это ушло чуть более полугода. И сейчас нетерпением ожидают начало строительства. Семья большая, не хочется строить квартиру, хочется, чтобы был растор, чтобы можно было детям где побегать. Ну и не хочется зависеть от всех, от муравейника. Чтобы быть сам себе хозяином, чтобы он был на земле. В трех очередях Романовичей три тысячи участков. Сотки в первых двух давно распределены. Несмотря на то, что в последней части пока нет коммуникации, подъездных путей, люди готовы ждать и думать на перспективу. Но не стоит забывать о том, что пока государство не выделяет средства на льготное кредитование строительства. Новые кредитные линии не открываются уже третий год. Как озвучивалось ранее, такие кредиты могут вовсе заменить господдержкой. Сегодня эти деньги, которые выделены на строительство, их только хватает для того, чтобы окончить строительство уже практически завершающихся жилых домов. Как известно, если человек получил землю бесплатно, то должен за три года построить на ней коробку. Поэтому специалисты просят заранее оценить свои финансовые возможности, чтобы потом не возникла тяжелая ситуация с изъятием участка. Тут тоже, понятно, есть выходы. Один из них – заморозка строительства на три года. За период 2015-2016 года мы изъяли у граждан участков за неосвоение порядка 300 штук. То есть, если брать первые, вторые Романовичи, общее количество участков – 2000. Это, ну, посчитать, прикинуть, да, это больше 15% получается изъятых. Просто за неосвоение. Люди отдали деньги за оформление документов и, получается, потеряли просто эти деньги. Просто так. И также у нас, ну, такие, да, бывают даже казусы до того, что люди приходят, выбирают себе участок, да, и потом спрашивают, а есть ли у вас рассрочка на оформление документов? Ну, как бы тоже такой нонсенс. Если у вас нет денег даже, чтобы оформить документы, вы должны в течение года построить дом. Ну, не построить дом, простите, а начать освоение участка, то есть начать какие-то строительные монтажные работы, а затем в течение трех лет возвести коробку под крышу. Ну, если у вас нет денег, чтобы оформить документы, простите, какая может идти речь вообще о строительстве жилого дома? И таких случаев очень много на самом деле. Те, кто к категории нуждающихся не относятся, могут купить участок на аукционах. Они проводятся довольно часто. В этом году, например, состоялось уже четыре. Участок в Романовичах стоит около двух с половиной тысяч долларов, в центре – до тридцати. В январе белорусы потратили в магазинах почти на 5% меньше, чем год назад. Если быть точнее, то розничный товарооборот в январе этого года сократился на 4,6% по отношению к такому же периоду 2016 года. Конечно, после новогодних праздников активность потребителей традиционно снижается. Однако в январе прошлого года падение розничного товарооборота составило всего 2%. Напомню, в нынешнем январе цены выросли на 9,1%. Годом ранее инфляция была выше – 1,9%. Тогда наибольший вклад внесли продовольственные товары. Они прибавили в цене 1,2%. По итогам прошлого года корзина белорусских покупателей претерпела некоторое изменение. Люди стали экономить на мясе и рыбе, но начали покупать больше свежих овощей и грибов. Заметнее всего сократились продажи именно рыбы и морепродуктов почти на 15%, а также консервов, икры и ее заменителей почти на 13%. А теперь о ценах на продукты на гомельском рынке. Вторую неделю подряд мы изучаем их на Центральном. Но на этот раз прошлись по рыбному павильону. Затеряться в толпе не удалось, ввиду ее отсутствия. Продавцы говорят, что мало людей и в выходные дни. Кстати, мы заметили, что продавцы очень доброжелательны, активно помогают покупателям определиться с выбором рыбы и даже делятся рецептами. А некоторые о морской продукции знают, видимо, действительно все. С удовольствием проводят ликбез. Честно скажу, я ни разу не слышала о морском кролике. Оказывается, так его называют в народе из-за плавников, похожих на уши кролика. Более известное название – акула-призрак. Килограмм чудо-рыбы – 7 рублей 15 копеек. Скумбрия – в среднем 4,5 рубля. Камбала – около 6. Горбуша – 5,5. Сельдь – 3. Хек – от 6 до 7. Лимонема – почти 5. Ментая – от 3,85 до 4 рублей. Стейк лосося – 36 рублей. Палтус, форель и семга – 28, креветки – 12 рублей 85 копеек. Королевские – на 3,3,5 рубля дороже. Осьминоги – 17 рублей 50 копеек. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова